Привет всем, и да, как видишь, мы сегодня будем играть космический конструктор под названием Нимбатус. И как по мне, это лучший космический конструктор, ведь тут есть и прокачка, и разнообразные классы, и что еще нужно для жизни. Ну а если вы не согласны, то напишите в комментариях, мне будет интересно посмотреть на ваши игры. Так, Выживание и Песочница, играйте так, как вам нравится, и пусть ничего не помешает полету фантазии. С некоричным количеством частей для дронов и разными настройками, все возможно. Но давай попробуем Выживание на нормальной сложности. Все-таки сложное с уроном 150% меня как-то отталкивает. Так что да, посмотрим, к чему нас это приведет. Добро пожаловать, и тебе привет. Желание исследовать новые территории записано глубоко в ДНК человечества. И после покорения обширных океанов, люди нашли путь к звездам. Но ведь мы не до конца исследовали те же океаны, какого черта? Советский спутник в 1957 году, пилотируемая посадка Аполлона-11 на Луну в 1969 году, клонизация Марса в 2071 году и первый успешный прыжок через Червоточину в 2120 году были важнейшими вехами в истории освоения космоса. Что ж... Но ничего из этого не было столь многообещающим, как то, что нас ожидает. Бам-бам-бам! Что же это? Нимбатус, крупнейшая в истории мобильная фабрика дронов, наконец-то готова к отправке в космос. С уникальным варп-гипердвигателем и автономной системой добычи ресурсов. Он способен покинуть безопасную зону через несколько секунд. Интересно, это искусственный интеллект или... А, здесь вы вступаете в игру, капитан. Вам поручено командование Нимбатус и проектирование дронов для исследования бесконечных просторов вселенной на благо человечества. Слушайте, ну это звучит как какое-то самоубийство. Пришло время показать себя. Они не могли, что ли, сделать какой-то искусственный интеллект и запустить его, мать его, в космос? Пускай он бы уже исследовал, а тут нас просто отправляют на какие-то задворки космоса. И, как видишь, у нас тут есть разные классы. Разработчик, инженер, исследователь, шахтер, пилот и тяжеловес. Так, но нам, наверное, нужен инженер, так как у него есть генетический бластер. Хотя нет, это звучит как-то неинтересно. Ммм, плазменный огнемет. Вот это уже поинтереснее. А тут у нас есть гигабур. Это же у нас шахтер. И у нас есть пилот. Пилоту умеет шипы, сборщик ресурсов, разные бластеры и много чего еще интересного. Так, ну давай, наверное, попробуем исследователя. Ведь у него есть огнемет, а огнеметы я просто обожаю. Так что, почему бы и нет. Суперконденсатор. Да, давай его все-таки. Большая честь видеть вас на борту. Пристегните ремни. Нимбатус готов к вылету. КОНЕЦ КОНЕЦ Что ж, и вот начало нашей странной кампании. Почему странной, спросишь ты? Ну, ведь на нашем корабле нету никакого вооружения. И нас сбил первый, по сути, корабль, которого мы встретили. Ладно, найти черный ящик. Давай попробуем. Нам дадут три каких-то странных конденсатора, точнее аккумулятора, и 63 те. Давай пустим место, и наконец-то создадим своего первого дрончика. Поставим ему парочку огнеметов, и понадеемся, что он хотя бы с ними что-то сделает. Так, перевернем, пожалуй, свои аккумуляторы, генераторы, или что это за странные батарейки, которые позволят нам хоть как-то стрелять. Так, поставим себе парочку двигателей, и, конечно же, конечно же, мы должны... Так, асимметрично? Да, симметрично. И поставим, наверное, парочку двигателей. Парочку двигателей, которые позволят нам хоть как-то поворачивать. Вот. Еще тут есть вот такая вот ветка вооружения, которую мы можем как-то прокачивать и совершенствовать. В общем, да, у нас на огнемете два модуля, куда мы можем втюхнуть улучшение своего оружия. Но пока что мы этого не будем делать. Мы посмотрим, что за вооружение мы получим на следующей миссии, и будем от этого уже как-то отталкиваться. Так что сейчас пошли посмотрим, что нас ждет, и как нас будет чувствовать наш дрон в полете. Так, все, полетели. Найти черный ящик. Вот наш кораблик. Да, вполне себе уверенно себя чувствует. Так, давай-ка попробуем сжечь эти контейнеры, в которых мне нужно найти какой-то таинственный черный, мать его, ящик! Что ты за жучара такая? Улетай. Просто улетай. Так. Личная попытка номер два. Не хочу там находить никаких жуков. Так. Отлично. На этот раз там просто какая-то взрывчатка или контейнер. В общем, мне это не нужно. Мне это не нужно. Так. Что у нас тут? Ну, давайте, скажите, что то, что мне как раз-таки необходимо. Ура! Нашли! Возвращаемся. Наш первый лутбокс. Три аккумулятора и 63-ти. Так, давай-ка отправимся и заберем необычное оружие с одним улучшением. Необычное это значит, что там, скорее всего, будет два модуля, которые... которых мы можем как-то редактировать. Вы получили сигнал бедствия. Давай исследуем. Все, что вы находите, это море обломков, оставшихся, похоже, от гражданского корабля. Вы собираете то немногое, что осталось, и уходите. Даже у него, скорее всего, есть вооружение, в отличие от нашего бестолкового, мать его, корабля. Хотя вот это что-то напоминает какое-то непонятное орудие. Ну, ладно. Два ускорителя, серьезно, и 83-ти. Так, это может мне пригодиться. Так, давай попробуем тогда отредактировать своего дрона и поставить ему какой-нибудь кинетический бластер. Так, мы поставим себе, пожалуй, вот сюда орудие и... Пам-пам-пам, базовый блок вот сюда. И поставим еще один кинетический бластер. Вот такой у нас получился кораблик. Так, баг для ресурсов. Ну, если честно, я не хочу делать себе большой корабль, потому что он будет чувствовать себя очень, очень неуверенно. Так что в наших же интересах сделать нашу машинку маневренной и податливой. Так. Отлично. Поставили себе. Поставили себе, себе, себе. Да, вроде бы симметрия у нас какая-то присутствует. Все ровненько. Давай тогда полетим и посмотрим. Нет, сначала потестируем. Влево поворачивает, вправо поворачивает. Огнем он стреляет. Отлично. Давай тогда отправимся на миссию. Сохранить и выйти. Что ж. Посмотрим, куда нас это приведет все. Некоторые планеты переполняются инвазивными видами. Так. Имеются в виду те жуки, которых мы уже видели. Отлично. Подлетаем. И отлетаем. Ох ты, как я собрал-то урон в себя. Зачем? Просто зачем? Так. Отлично. Кружим, кружим, кружим. Ох. Отлично. Так, давай тогда. Ох-ох-ох. Смотри, сколько их там. Но мы аккуратно будем сейчас летать. И желательно не попадаться. Ох, там же датчик этот вызывает противников. Погоди. Постой. Так, ладно, давай. Мочить маяк. Мочить маяк. Где он? Тихо. Тихо, я хочу тебя сжечь. Хочу, мать, тебя сжечь. Фух. Так, один сломали. Так, давай, 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 давай. Надеюсь, он сейчас сломается. Да, получилось. Возвращаемся. Что у нас за вооружение? Покажи мне. Огнемет! Новый! Криогенное оружие! Правда, на одно улучшение. Но, ладно. Это значит, что мы можем улучшить свой огнемет. И у нас будет четыре огнемета, вы понимаете? Хотя, зачем мне столько огнеметов? Я не знаю. Но, чем больше огнеметов, тем круче. Так. Это мы выкидываем. Это мы тоже выкидываем. И ставим себе. Ставим себе наши новые. Криогенные огнеметы. Хотя, какого черта? Ведь у меня получается два огнемета, которые бьют огнем. И два огнемета, которые бьют холодом. Ну, это как-то неправильно, я бы сказал. Ладно, давай тогда замораживать противников. Мы будем их замораживать. И специализироваться, наверное, на таком потоковом оружии. Так, вот у нас. Одинаковые, как видишь, ветки улучшений у них. Что же нам нужно? Разброс частиц. Ну, элементальный урон у них одинаковый. Так что, что там, что тут, я как-то разницы особо не вижу. Рикошет частиц. Липкие частицы. Скорость частиц. Хм. Я даже не знаю, что нам нужно. Разброс частиц. Время жизни частиц. Ну, время жизни звучит для огнемета вполне себе неплохо. Копание. Элементальный урон. Урон. Так, ну, давай, может быть, мы попробуем себе поставить элементальный урон. Ведь он у нас довольно высокий. Если он будет у нас выше, то, я не знаю, это, наоборот, же нам лучше. Хотя, если мы увеличим его дальность, это будет только лучше. Поэтому давай, наверное, улучшим его дальность. За счет времени жизни частиц. Они, по идее, будут лететь дальше. И это заметно улучшит и облегчит нашу жизнь. Так. Отлично. Теперь он стреляет дальше. Давай тогда сохранимся. И поставим, наверное, себе вот такую вот машиночку. Машиночку, машиночку. Так. Отлично. То есть мы все так же поворачиваем. 30 стоит у нас стоимость развертывания. Слишком много частей может привести к нестабильности. Погоди-ка. 25. Суперконденсатор как-то многое жрет, я бы сказал. Без него 20. Ну, даже и не знаю. Три ускорителя поставить. Хотя, я думаю, и так мы будем себя чувствовать вполне себе комфортно. Давай попробуем. Сохранить и выйти. Что ж. Что нас тут ждет? Мы можем полететь на другую систему. Смотри. Здесь у нас пулемет. Пулемет это вполне себе неплохо. И также большой аккумулятор. Что, конечно же, облегчило бы нам жизнь. А здесь у нас, опять же, большие аккумуляторы. Уничтожить большие улья. Уничтожить лабораторию корпорации. Это очень тяжело. Уничтожить змеиные яйца. Я никогда этого не делал. Уничтожить лабораторию корпорации. Это тоже тяжело. Так, лаборатория. Но здесь у нас прыжковые ускорители. Мне, если честно, не нравятся. Нагреватели. С обычным оружием. Лаборатория. Большие улья. Вот это звучит как что-то неплохое. Соберите мистическую реликвию. Звучит как что-то очень классное. Так, а тут у нас гараж и магазин. Хм, слушай. Вообще, мы могли бы, конечно... Большие улья. Лаборатория. Ну, смотри. Здесь у нас необычное оружие с одним улучшением. Давай, наверное, все-таки сюда полетим. Большие улья. Это звучит не как что-то тяжелое. Поэтому давай попробуем. Лекуверия. Так. Что у нас тут? У нас тут наш кораблик. Наш кораблик с дальним уроном. Так. Ну что? Мы можем, конечно, попробовать вылететь так, как мы сейчас. А можно поставить пару квадратиков и понадеяться, что они как-то нам облегчат жизнь. Так. Например, вот... Так сделать. Так. И, наверное, как-то так. Ну и... Как это все будет себя чувствовать в полете? Так. Ну, вперед он может лететь. Он также стреляет у нас лазером. То есть огнеметом. То есть не огнеметом, а потоком холода. Так. Ладно. Что ж. Вполне себе чувствует неплохо. Так что давай попробуем вылететь. И посмотреть, на что вообще он годен. Так. В оружейной мастерской вы можете создавать. Я не успел прочитать. Так. Ну что ж. Надеюсь, нам этого хотя бы хватит. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Что вы делаете? Ребята. Своими лазерами еще там постреляете. Не надо нам этого. Ваши вот лазеры нам ни к чему. Спасибо. Уходите. Пожалуйста. Все. Так. Ну что. Вот они. Вот они большие эти воины. Улья. Или как их там еще назвать-то. Вот. У нас есть теперь бластеры. Мы можем их разбивать просто в считанные секунды. Секундочки. Так. Давай я тебя сожгу. Анигилирую. И вообще сделаю с тобой всякие нехорошие вещи. Вот. Теперь быстро-быстро у нас уходит эта шкала. Фу. Так. Ладно. Сейчас он у нас доломается. Так. Теперь еще один остался. А. Появился еще один воин. Но мы его быстро превратим в льдышку. И он даже ничего не успеет сделать. Даже не сообразит, кто его превратил в этот лед. Так. Вот. Мы все сейчас сожжем. Растворим. О-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну что. Ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Отлично. Все. Полетели. Слушай. А мне нравится этот лед. Он действительно очень хорошо себя чувствует. Я не знаю, конечно, сработает ли вот эта вот вся технология на турелях. Но если да, то это очень круто. Это очень-очень круто. Так. Да что ж ты все мне залетаешь и стреляешь своего лазера. Не надо так делать. Не надо так делать. Спасибо. Так. Вот. Отлично. Воин. 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 Так. А это значит, что у нас тут рядом есть вот этот вот уродец. Которого нам надо уничтожить. И там еще рядышком еще один пулей. Так. Так. Все. Мы уничтожили все. Можно даже еще один уничтожить. Так сказать, бонусом сделать им. Получайте, твари! Сколько я вас натерпелся! Превращаю вас в лед и... В общем, ладно. Я сам тут вообще первый, скажем так, агрессор. Так что они просто обороняются от меня. Но все равно обидно, что мы так много времени потратили на эту одну миссию. Ну, что ты делаешь? Все. Разломали. Так. Давай тогда возвращаться. Что же у нас там? Так. А это дробовик Кефато. Ну, что ж. Так. А у нас тут есть... У нас тут есть лаборатория корпорации. Змеиные яйца. Очаровательно. Давай уничтожим змеиные яйца. Почему бы и нет? Так. Я, конечно, не знаю, зачем надо уничтожать. Змеиные яйца. Ну, что ж. Захотели. А наше дело сделать. Так. Вот. У нас есть дробовик Кефато. Криогенное оружие. Почему-то нам попадается только криогенное оружие. Я не понимаю, почему. Но... С другой стороны. А, почему нет? Действительно. Почему нет? Вот у нас оно бьет. Как-то там... Как-то там оно у нас бьет. Так. Ладно. Сохранить и выйти. Запуск. Давай посмотрим, что мы вообще можем... там сделать. С этими вонючими змеиными яйцами. Ну, или какие они там. Так. Уничтожьте змеиные яйца. Давай попробуем. Хоть я и сам разводил ящериц. Но... Змеи я, если честно, побаиваюсь. Хотя это... Немножко что-то схожее. Так. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай. Ох. Отлично. А сейчас я, кстати, развожу крабов. Так. А где у нас еще одни яички? Я ничего не вижу. Слышу только завывание непонятное, но... Больше ничего. Кстати, самих змей мы еще не видели здесь. Так. Отлично. А тут метеоритный дождь. Очень классно. Так. А ты мог бы в другое время начаться, дружок мой. Так. А вот и яичко, которое мы хотели. Привет. Давай я тебя уничтожим. Так. Отлично. Еще одно уничтожено. Так-с. Ну... Слушай, там еще какой-то маленький участок есть, который мы не расследовали. Давай осмотримся как следует. И посмотрим. Может быть, чего-то и найдем. Так. Ну... Странно, что мы ни одну змейку не нашли. Они получаются в самой планете? Ну, видимо, да. Так. Минус одна змейка. И вот еще одна. Так. Отлично. Это были все. О боже! О боже! О боже! Что ты? Что ты, мать твою, такое? О господи! Эм... Эм... Что с тобой делать, дружище? Кажется, я даже тебе урона не наношу. Подожди. Я могу уничтожить еще одно яйцо? Но... Нет. Я все-таки боюсь. Давай уйдем отсюда. Так. Эм... Эм... Сто процентов. Скрытность замедляет увеличение угрозы от перемещения. И корпус. Ну, давай, наверное, скрытность. Скрытность это очень даже круто. Отлично. Так. И 60 у нас недостатия. 16 процентов угроза. Сейчас мы будем вырабатывать меньше угрозы, так что вроде бы все неплохо. Уничтожьте гнезда ледяных черепах. Так. Уничтожьте хладобомбы. Поймайте ледяных скатов. Уничтожьте гнезда ледяных черепах. Так. А тут у нас получается три каких-то оружия. Здесь у нас четыре обычных оружия. Здесь у нас два вентилятора. Я не понимаю, зачем он нужен. И какое-то оружие. А здесь... Гигабурчик! Гигабурчик! Дожигатель! О боже! Дожигатель? Серьезно? Да. Дожигатель. Дожигатель, дожигатель. Правда я не понимаю, что он делает и как он работает. Но взрывы жуки. Взрывы жуки. И добыть окаменелости. Божечки мой. Я не знаю даже. Так. Ну смотри. Здесь нам нужно три. Давай наверное сюда все-таки мы переместимся. Средний аккумулятор. А здесь у нас довольно много трития. Довольно много трития. Давай все-таки сюда тогда полетим. Взрывы жуки. Сигнал бедствия. Давай исследовать. Так. И это магазин. И это магазин. Оказалось, что это лишь странствующий механик в поисках клиентов. Возможно самое время поработать над вашим кораблем. Так. Ну что ж. Скрытность. Еще больше можно прокачать. Но если честно, я не знаю зачем мне столько скрытности. Давай может быть отремонтируем его. Либо вообще ничего не будем делать. Но. Дополнительная информация на карте галактики. Показывает дополнительную информацию на миникарте. Уменьшает затраты на развертывание. За часть дрона. Да. Блин. Не хватает. Ладно. Ладно. Тогда ничего не будем делать. Так. Выбрать дрона. Вот наш дрон. Мы можем его как-то улучшить. Но. Слушай. Я. А. Да. Это же ледяная мать его планета. А если это лед. То значит надо использовать огонь. Ну. Мне кажется они уязвимы к огню. Надеюсь. Если нет. То. Блин. Обидно. Чего ж тут. Так. Давай-ка мастерская. Что мы можем себе поставить? Время жизни частиц. Да. Конечно. Поставим время жизни частиц. А что еще у нас тут есть? Элементальный урон. 50%. Разброс частиц. Еще больше разброса частиц. Чтобы он там в разные такие стороны летел у него. Божечки мой. Ты посмотри на это. Ну кстати это забавно. Хотя с другой стороны урон перед собой у него будет такой себе. Так. А тут-то что? Рикошет. Рикошет. Скорость частиц. Тоже неплохо. Так. Липкие частицы. Ну. Звучит интересно. Правда непонятно для чего. И зачем. Копания. Так. Еще одна компания. Еще больше копаний. Еще больше урона. О боже мой. Так. Ну давай. Наверное. Мы все-таки поставим элементальный урон. Наша задача все-таки сжигать противников. Анигилировать их и всячески их травмировать. Так что. Да. Я думаю наш. Нам будет неплохо. Так. В общем. На лазеры. Кстати. Да. Мы не улучшили лазеры. Кинетический бластер. Ну давай попробуем тебе поставить. А. Элементальный урон. Элементальный урон. Либо использование энергии минус 20%. Что тоже вполне себе неплохо. Ведь стреляем мы довольно много. Так. Что у нас тут еще есть? Баг для ресурсов. И больше в принципе-то ничего. Ладно. Пошли на миссию и посмотрим что там вообще у нас будет. Хотя корпорация может выглядеть как приличная компания. Из-за продвинутой технологии ходят слухи, что большая часть теневого бизнеса, ах я не успел опять прочитать. Так. О боже мой. Взрывожук. Взрывожук. Ты наверное взрываешься, да? Ох да. Взрываешься. И еще как. И еще как. А мне надо уничтожить самих взрывожуков или уничтожить их кокона? Так. Ну в принципе. Слушай. Это не сложно. И кстати да. Тут не ледяная планета, как я думал. Так что. Можно даже в следующий раз выйти и со льдом. Я думаю. Сколько их? Ну они шикарно просто сжигаются. Это прям целый фейерверк. Кстати, что ни говори, но в этой игре очень красивые эффекты. Так, 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 так. Отлично. Отлично. Давай сжигать все, что мы видим перед собой. Так. Сейчас мы поддожжем вот эту вот непонятную... Ох. И все. Действительно все. Так, еще один лутбокс. Дожигатель. Дожигатель. Мой первый дожигатель. Так. Давай тогда его куда-нибудь себе вмонтируем. Хотя мне сейчас особо вмонтировать-то и некуда. Улья. Да. Нам надо ульи взрывать. В общем, мы отправимся сейчас на еще одну миссию. Давай. Будем уничтожать бедных взрывы жуков. Взрывы жучат. Конечно, мы можем воспользоваться ледяным, но с другой стороны, слушай, и так вроде бы наше оружие хорошо себя чувствует. Поэтому давай сейчас как есть. Отправимся. Надеюсь, в этот раз ничего не поменяется. Космический грибок при взрыве выпускает быстро расширяющиеся споры. Хм. Грибок. Это звучит как что-то очень опасное. Так. Опасное, опасное. Погоди-ка. Да что ж ты будешь делать-то? Ёлки-палки. Сжигайся. Отлично. Ещё один. Ещё один. Нет, я не готов к такой встрече. Так. Я, конечно, не хочу проверять, насколько он сильно нас будет травмировать. Но давай, наверное, проверять не станем. Так. 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 Сожгли его. Сожгли. Отлично. Так. Ну, против органических противников мы очень хорошо себя чувствуем. Я бы сказал, слишком хорошо. Так. Был бы у нас ещё какой-нибудь термический лазер, который быстро-быстро-быстро стреляет. Но, я думаю, и так хорошо. Сжигаем, мать его, сжигаем полностью. Давай-давай-давай. Дожигай. Так, это последний улей выходит? Да, это последний. Что ж, и у нас на этот раз ещё два дожигателя, которые мы можем поставить на свой корабль. Смотри. Здесь исследуйте древние руины. Нам дадут два редких алу. Оружие с улучшениями. Вау. Вау-вау-вау. Серьёзно? Так много? Так. А что у нас тут? Уничтожьте гнёзда. Рыб мечей. Уничтожьте хладобомбы. Верните морозильник. Ну, тоже неплохо. Так. А тут у нас, в общем, тоже много всего интересного. Ну, давай попробуем тогда рой светлячков. Нет. Светлячки мне, если честно, не интересны. Так. Отправимся, наверное, вот сюда. И посмотрим, что из себя представляют рыбомечи. Зефир. Зефирка. Планета Зефирка. Так. И мы, наверное, как раз-таки это ледяная планета. Так что мы останемся со своими огнемётами. Мы останемся со своими огнемётами. Но. 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 Мы что-то предпримем. А что же мы предпримем? Мы поставим место своих ускорителей. Дожигатели. Мощность тяги 150. 150? Серьёзно? А это не слишком ли много? Так. Ну, давай попробуем. Но выглядит его как-то опасно. Может быть, они очень сильно будут нас вперёд гнать. Использование энергии 80. Жесть. Куда столько? Ну, давай потестируем. Так. Ага. То есть. А как они работают? Мощность тяги 150. Использую энергию. Дожигатель. Слушай, я не понимаю, как он работает. То есть. Он вместе с другим ускорителем может включаться. Давай тогда хоть так постестируем. Ну. Довольно странно. То есть. Хм. Так. Что у нас работает? Может быть, он просто увеличивает скорость. Но это как-то странно. Так. Если честно, я не понимаю. Ладно. Так. Дожигатель. Использование энергии 80. Здесь требуемая скорость 115, конечно же. То есть он начинает гнать, когда у нас скорость и так высокая. Так. А тут написано, сколько у нас скорости так будет развиваться, если мы будем... Ну вот, смотри. Мы поставим себе еще один ускоритель. И вот сюда еще один ускоритель. Я надеюсь, этого хоть как-то нам хватит. Так. Ну, вроде бы. Давай попробуем. Так. Тестировать. Вот он гонит, 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 гонит. Подожди. Ну, почти же получилось-то. Так. Почему-то, когда я вбок поворачиваю, он... А, то есть он на какое-то время... Во-во-во. Смотри. Вот так вот можно делать. Так. Но нет-нет-нет. Не получается у нас развить нормальную скорость нужную для этого дожигателя. Так что придется от него отказаться. Что ж, я думаю, и так у нас довольно неплохая комбинация. Так что, да, давай, наверное, отправимся на миссию прямо так, как мы сейчас. Так, сохранить и выйти. Да. Давай посмотрим, что мы можем сделать этим рыбомечам. Но, по идее, они не должны быть такими прям опасными. Тем более, у нас огнеметы, мать его. Какие вообще должны быть проблемы? Мы на ледяной планете, и у нас... Ай-я, улыпалы. Что тут такое? Так, ладно. Ладно, ладно. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, он заморозил, кажется, нам двигатель. Все-таки какие-то проблемы, да есть у нас. Так, и... У нас, да, заморозился один двигатель. Он работает хуже. А, у него просто увеличилась масса, возможно. Ладно. Так, давай попробуем. Улы-палы. Да что ты на меня смотришь-то? Даже не смотри на меня. Ох ты же. ложечки тихо 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 ах ты боже мой как они нас ранят то так 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 лазером лазером да слушай ну мы теперь будем полгода оттаивать с другой стороны чё поделать а ты еще что такое что ты такое за существо скажи мне пожалуйста ладно аккуратно боже мой нет 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 да что же вы делаете со мной ребята хватит давайте жить нужно пожалуйста дружно нет зачем зачем я пошел на эту миссию я не хотел уничтожать ваш дом пожалуйста я не могу стрелять почему-то в них то есть я могу стрелять в каком-то одном направлении потому что мне заморожено оружие понятно господи боже мой так одно было не заморожено так разморозилась отлично это скотина подлетела и заморозила нам опять все а а что нам теперь делать что нам теперь делать ладно я могу перед собой размораживать объекты так конечно если мы стреляем мы по идее увеличиваем скорость что же ты делаешь то все 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 елки-палки главное он не попадает своими снарядовыми чертами елки-палки опять там видимо какой-то есть радиус у этого урона а ладно нам придется вернуться но делать нечего как бы тут особо ничего не предпримешь в плане того что у нас понимаешь нету нагревателей у нас нету возможности отогреть свои замороженные части так что единство что мы можем это как-то заходить на атаку и быстро быстро отлетать от этой планеты потому что она сама нас подмораживает ухты ж елки-палки зачем так врезаться то было эх ты ладно так давай 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 надеюсь что где-то ох вот вот эта вот хрень она нас подмораживает вот видишь в ее радиусе мы подмораживаемся боже мой тогда надо не залетать не залетать если залетать то ненадолго буквально на чуть-чуть чуть-чуточку так 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 а мы отсюда попадаем поэтому мы можем позволить себе скажем так вести вот борьбу с этими уродцами может быть поближе чтобы быстренько быстренько ел упал и все сожгли сожгли это оказывается вот это вот вот это вот бяка была ох поскорее бы оттуда да так все рыбка ты мне ничего не сделаешь давай я надеюсь она мне ничего не сломала так еще одна рыба сколько вас этих рыб то здесь так не надо меня бить пожалуйста фух ладно давай тогда сожжем его дом сожжем его дом звучит конечно не очень но с другой стороны что я еще могу поделать так давай как как-нибудь это облетим и посмотрим что там будет с другой стороны слишком долго слишком долго ух отлично так ну хотя бы у нас не заморозились наши детали так а вот это вот вот это вот нам не нужно тише тише ну что ты за нами то летишь а что что все ты отстал нет он хочет еще ладно давай искать рыбы мечей они где-то тут у нас должны быть тихо 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 сжигаем все что видим перед собой так а вот и то ты будешь делать то я не виноват что твой дом находится рядом с ними понимаешь это не твоя вина но все-таки мне пришлось тебя уничтожить так погоди-ка ох ты ж боже мой боже мой боже мой боже мой боже мой горите уже горите горите страшные твари так все а теперь займемся уничтожением их дома так отлично давай быстрее 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 доламывайся и здесь нечего делать отлично разворачиваемся не врезаясь примерно ни в какого и улетаем поскорее мы кстати можем по идее остудить свой корабль тут наверное тихо елки-палки 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 да что ж вы делаете-то нет не бей меня не бей меня не бей тебе говорят кровожадное такое создание так ох ты ж боже ж ты мой что ты делаешь вообще такой наглый мерзавец ладно он подморозил их домик так что проблем быть не должно а еще и сгорел от нашего огня так рыбочки ну что я уничтожил ваш дом и вам теперь негде жить так что извиняюсь длинный лазер и снайперка серьезно здесь есть снайперка и длинный лазер так ну что ж но мы можем его как-то использовать сборщик ресурсов недостатей и обычное оружие так мы можем отправиться в другую систему уничтожьте хладобомбы верните морозильник так я бы за хладобомбы уничтожение взялся давай посмотрим что у нас есть так а что у нас тут есть у нас тут есть лазер у нас есть лазер и длинный лазер плазменное оружие так ну давай посмотрим что из себя представляет лазер что мы на него можем повесить так вот то есть мы на него можем поставить элементальный урон и учитывая что это длинный лазер как следует из названия он наверное стреляет куда-то куда-то далеко ну давай проверим так элементальный урон 50 процентов давай тогда переставим место вот этого вот ненужного барахлишка мы поставим другой не нужно барахлишка но я надеюсь более эффективная так длинный лазер длинный лазер отлично вот у нас такая вот получилась красавица которая стреляет огнем и сжигает все перед собой я надеюсь по крайней мере что будет сжигать все перед собой но давай проверим так уничтожьте хладобомбы хладобомбочки вы получили сигнал бедствия игнорировать у нас угроза 60 процентов ты о чем вообще говоришь так выбрать дрона чё нас дроном скажи пожалуйста вот да меня устраивает меня устраивает давай посмотрим что нас будет ждать так уничтожьте хладобомбочки слушай но я не скажу что это прям какой-то дальний лазер то есть он стрелять далеко но не прям таки чтобы далеко-далеко-далеко что вау как далеко вот скорее так скромненько но с другой стороны у нас больше ничего нету так что да блин все равно получаем заморозку от этой хладобомбы эх ты она чем ничего не попишешь давай ее уничтожать так бог все уничтожили так а вот какой-то непонятный летающий дрон так погоди-ка давай развернемся чтобы показать им кучкину мать так они стреляют своими лазерами а мы их дожигаем 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 ну 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 так то что ж ты будешь делать так перед собой то все так ну один взорвался 2 взорвался отлично и вот у нас еще одна хладоминка хладоминка так нет 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 не так близко не так близко вот все отлично ее сожгли так это значит что нам до лететь вот туда внутрь я как-то не очень хочу лететь если честно давай посмотрим может быть тут и что то еще так быстренько тут уничтожаем все что тут есть уничтожаем уничтожаем так смотри-ка я не вижу ни одной хладоминки так а тут у нас что-то будешь делать отлично держимся на расстоянии и спокойно сжигаем боже мой вам еще со своими колиями какими-то так а не слишком ли я близко скажи пожалуйста ну вроде бы нет ладно сжигаем тогда весь этот снег и да мы вроде бы нет не всю планету исследовали что у нас тут ну у нас тут явно что-то есть а вот еще одна мина давай тогда ее сожжем я надеюсь я по тебе попаду если буду вот так вот стрелять господи боже мой как же это все долго так не могу придется немножко перетерпеть нам тут хотя мы можем издалека вроде бы как постреливать так немножко знаешь подогревать почву немножечко немножечко ух ты ж божечки мой все отлетаем отлетаем фу так что мы готовы кстати можно вот тут пролезть звучит как неплохая идея ну ладно давай кавабанга хладомина тебе не жить давай 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 смотри с нее сразу снимается вот это вот состояние когда мы ее сжигаем когда мы ее точнее не сжигаем даже а поджигаем она сразу перестает работать тогда елы-палы сколько тут этих хладомин короче да нам надо направо и налево свой судя по всему но давай попробуем мне хуже чувствуют себя двигателя из-за всей этой байды так ну слушай вроде бы там есть какое-то сияние давай проверим нет я ни черта не вижу кажется я сам себя обманул пока нет смотри есть какая-то мина фуф ладно давай тогда через лед попробуем тут выйти наверх и я надеюсь что там это будет последний потому что если нет нам придется спускаться опять туда вниз и бороться со всем этим обледенением а мне если честно вообще не охота этим всем заниматься так ладно мы немножко поднимаем температуру корабля наверное 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 ох 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 вот радиус радиус этой хладомины противный погоди все она перестала работать перестала работать отлично тихо тихо все уничтожили есть так еще один лупбокс 50 недостатей и еще одна снайперка куда мне столько снайперки что мне с ней вообще делать так проведите рой светлячков уничтожите пещеры лавовых бомбандиров но там наверно надо бить холодом так а здесь гнезда ледяных черепах ары и редкое оружие сколько улучшений 2 с двумя улучшениями а или просто с улучшением одним оружие как раз кита 2 так ну смотри а здесь у нас бампер бампер ну я не знаю бампер нам нужен и нужен так а мы тут были кажется мы тут разве не были так ну ладно это не что-то интересное судя по всему так тут мы тоже бывали а здесь у нас ресурсы светлячки лавовые бомбандиры так ну смотри хлада бомбы ледяные черепахи вот я не знаю но мне кажется базовая сфера и вот вот эти другие награды они как-то поинтереснее будет хотя там ресурсы ресурсы они всегда нужны ну давай попробуем все-таки забрать тогда вентилятор хуже мой а что нет вентилятор наверное уменьшает температуру так 110 и 70 недостатия давай тогда туда 11 процентов угроза перемещение каиджи так проведите рой светлячков через систему летит рой светлячков и сжигает все на своем пути надо бы сократить их численность так ну давай попробуем хотя я не знаю как они вообще выглядят и чего они делают но судя по всему они бьют холодом так что нам надо то есть не холодом огнем извиняюсь так что да нам нужно поставить себе огнеметы вот мы поставим себе огнеметы и поставим себе парочку парочку хороших поджиг нет они же бьют огнем точно так мне уже помутнение рассудка в общем надо видимо заканчивать так реагенное оружие мы вот сюда поставили и вот сюда а отлично и наверное нам нужен дробовик три улучшения креогенное оружие да просто да так она только одно к сожалению блин а вот это вот обидно то есть мы можем еще конечно два дробовика поставить но какого черта так подожди два дробовика что лучше дробовики дробовики или креогенные креогенные непонятные огнеметы ну давай попробуем наверное все таки на дробовиках остановиться так вот мы поставили себе 35 я даже не думал ну ладно давай поставим как есть что у нас здесь элементальный урон да конечно же я хочу элементальный урон я в принципе больше и вариантов то нету поэтому почему бы и нет так элементальный еще больше мать его урона еще больше элементального урона 80 правда стоит так что да нам не хватит нам не хватит на него так а тут что мы поставим 25 процентов урона копания сто процентов мощность выстрела 50 процентов ну тоже звучит как что-то неплохое но давай наверное забьем просто забьем и поставим себе еще больше элементального урона я просто не выбрал себе оружие с которым я хотел бы отыгрывать а тут наверное еще и эпическое есть какое-то ну раз есть редко есть необычное то есть наверное и эпическое почему бы и нет так сохранить и выйти вот у нас есть бластер у нас есть два дробовика давай посмотрим на что вообще это будет угодиться запустить дрона хотя зачем у нас орудие находится я извиняюсь на морде давай хотя бы вот так вот сделаем чтобы немножко хотя бы защитить а то там будет в него все влетать это нехорошо так что да я надеюсь у нас получится с первого раза так проведите рой светляков пив 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 я стреляю перед собой зачем я это поставил скажи пожалуйста лучше бы я брал огнемётик ну то есть не огнемётик а тот который о господи боже мой что это такое что это за стремное нечто ладно о елки-палки а то есть мы замораживаем их отлично и они искать выводятся и загарки тилка тихо тихо тюков так муан светляки они наверное ну как ты иначе выглядят так давай-ка поищем их и упал и ты что делаешь корней бабой так вот ты светляк если так О, боже Так, кажется, это было очень, очень, очень плохой идеей Так, давай, дробовики, дробовики, ну, пожалуйста Помогайте мне, спасайте меня Так, ощущение какого-то я вообще ни черта не наношу Я вам еще что-то наношу? Я вас как-то убиваю? Нет? О, господи Да, судя по всему, это плохая была идея сюда идти Так, ладно Слушай, да, они вообще не умирают от моего урона Ёлки-палки Так, все, 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 все Что это? А, вот они, вот они, светляки Вот вы Ааа, что? Что происходит? Так, умирайте, умирайте Боже мой Так, ну, короче, их тут дохренища Я надеюсь, боже мой, сколько их Миссия Мы ее как-то завершили, серьезно Я не понимаю, что вообще я делал Но я сейчас умру Так, миссия выполнена Фу, ресурсы Боже мой Да Ну что ж, это было Это было и вполне себе неплохо И я бы сказал, даже весело Что ж, а на этом все Если вам понравилось это видео Ставьте лайки, подписывайтесь И обязательно пишите какой-нибудь комментарий Ну, например, как вам сама игра Ну, в любом случае, спасибо за просмотр Всем пока-пока И до скорого Берегите себя и своих близких Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok